День Германии 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 Такая очень интересная, разнообразная фотопрограмма. Она будет на открытии? Ее не будет, к сожалению, на открытии, но будут наши немецкие гости и представят, и расскажут и о Берлине, и о их мнении на эту фотографию. Сколько участников предполагается именно на открытии 24 октября, мы ожидаем? На самом деле уже участников будет достаточно много, и гостей предполагается тоже значительное количество, непредсказуемо все это. Дни Германии всегда пользуются интересом, и люди приходят. Ну вот первый день он проходит на двух площадках. В ЧГПУ имени Яковлева и в художественном музее вы отметили. Какие еще площадки в городе будут задействованы, и что ждет нового в этом году, в этом фестивале? Ну, каждый год, я повторюсь, в Дни Германии всегда что-то новое. И наши традиционные площадки – это и художественные музеи, это и национальная библиотека, и институт, и «Радуга», культурно-выставочный центр. И следующий день, это будет уже пятница, состоится открытие кинофестиваля немецкого кино, который пройдет в национальной библиотеке. Новинкой будет кинопоказ специально для наших маленьких жителей нашего города. То есть это будет новшеством в 2013 году? В общем-то, да. Это было востребовано, мы как-то попробовали. И сейчас мы сделали три замечательных фильма для маленьких зрителей. Это по сказкам братьев Гримм, такие очень добрые, хорошие, замечательные цветные сказки. – Дети будут смотреть и слушать их на немецком языке? – Нет, это на маленьких детей, там хороший перевод, хороший дубляж, все будет на русском языке, чтобы было понятно маленьким нашим зрителям. – Куда родителям приводить детишек? – Все состоится в национальной библиотеке, туда же можно приходить, и все на месте. Там есть указатели, там есть программа мероприятий. – Входные билеты, цены на них демократичные в этом году? Сколько придется родителям отдать и тем, кто будет посещать другие показы? – Да и в этом году, как и во все годы, они, конечно, демократичные. Программа для детей, она стоит 50 рублей, чтобы все желающие могли попасть, посмотреть. Следующая программа – это будет фестиваль «Гуисты» из Франкфурта на Майне. Его представит его директор, госпожа Габи Бабич, и расскажет о нем, и представит новые фильмы, которые были победителями как раз фестиваля 2013 года. И вот эта программа состоится два дня, она будет вечером в 6 часов в том же библиотеке. – То есть это такая уникальная программа, фильмы, которые вошли в фестиваль? – Это… – Которую на широких экранах явно никто никогда не увидит? – Нет, они были, да, они, наверное, идут где-то, но они стали победителем именно этого фестиваля, и она будет их представлять как раз. – Самолично проявляет? – То есть самолично, да. – С ней можно будет пообщаться простым людям? Она как закрытый доступ, или это все-таки в режим пресс-конференции или свободного общения? – Я думаю, что это будет свободная лекция сначала о фестивале, она будет рассказывать, так что все желающие могут послушать, прийти и узнать, как проходит этот фестиваль, что вообще происходит в фестивальной жизни Германии. – Все это будет открыто. – Общается она через переводчика? – Да, она будет говорить при помощи переводчика. – Отлично. Тогда четыре дня самых насыщенных, продолжительных, наверняка на субботу-воскресенье придутся самые интересные мероприятия. – Чем ознаменована суббота и как пройдет в воскресенье закрытие уже фестиваль? На какой площадке? – Закрытие фестиваля пройдет также в библиотеке, только на Большом зале Национальной библиотеки. И там пройдет замечательное мероприятие и событие для Чувашии, можно сказать. Это концерт Алексея Айги и его ансамбля 4.33. Они будут озвучивать киношедевр немецкий 20-х годов прошлого века, который называется «Кабинет доктора Каллигария». Это даже первый фильм ужасов в мире, который стал очень популярен, насыщенный, с экспрессией. И вот музыка Алексея Айги, как раз живая музыка, написанная специально к московскому кинофестивалю прошлого года, она увеличит экспрессию и силы усиливает это все. Алексей Айги, как известно, композитор, который, кинокомпозитор, который может усилить влияние кино на зрителя. – Да, восприятие, наверное, будет в фильмах совершенно другое. – К сожалению, не так много мест в этом зале. Но, я думаю, все желающие, все любящие смогут прийти и посмотреть. Мы ожидаем, что это будет действительно событием, действительно таким ярким окончанием этого мероприятия. – Красивой точкой. – Ну, да, яркой. – Но вы можете, пользуясь случаем, пригласить чебоксарцев и даже гостей столицы, тех, кто нас сегодня смотрит на фестиваль «Культурные дни Германии в Чебоксаре». Приглашаем вас всех завтра на открытие фестиваля, на культурную программу, которая пройдет четыре дня. Приходите, мы будем рады вас видеть. – Спасибо большое, Михаил, за интересную беседу. – Спасибо. – А я с вами прощаюсь. Всего доброго. – До свидания. – Субтитры подогнал «Симон»